Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии заместитель министра финансов Республики Саха и Якутия Иван Иванович Алексеев. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте, Татьяна. Известно, что с этого года наша Республика, Якутия, начала реализацию программы поддержки местных инициатив. И сразу тут у меня возникает вопрос. Объясните, пожалуйста, что такое инициативное бюджетирование? Известно, что определены уже пять муниципальных образований Республики, которые будут участвовать в программе реализации поддержки местных инициатив. Что такое инициативное бюджетирование? Инициативное бюджетирование – это, в первую очередь, участие самих граждан, населения в принципах расходования бюджетных средств. То есть должна инициатива, в самом названии, что инициатива должна исходить от населения. Если вот на данный момент обычный гражданин, обычный рядовой житель какого-нибудь наслега, он практически не принимает участие в формировании бюджета своего поселения. Он знает, что глава или депутаты поселения сформировали бюджет, исполняют его, потом отчитываются об его исполнении. А инициативное бюджетирование подразумевает, что население собирается и само определяет приоритетные направления расходования. Что им важнее? В части полномочий, конечно, муниципального образования. Это что для них важнее? Сделать дорогу, например, или какие-то вопросы благоустройства поселения. Может отремонтировать дом культуры или спортзал. Вот они должны сами решить. Или строительство каких-то объектов, может быть, социальных. По порядку у нас строительство, капитальные вложения исключены. Это, возможно, ремонт только. И население должно своим общим собранием провести собрание населения, и они должны проголосовать и определить один проект. Да, вы действительно сказали, у нас пять пилотных районов. Это Хангаласский, Усалданский, Чарапчинский, Верхневолюйский районы и городской округ Жатай. Они в этом году будут нашими пилотами по реализации данного проекта на территории Республики Саха-Якутия. А у меня сразу возникает вопрос, а каким образом были определены именно эти муниципальные образования в качестве пилотов? Какой принцип отбора был? Принцип был такой, что изначально мы выбирали центральные районы. Все-таки мы только начинаем, набираемся опыта, потому что от реализации в этом году, как пойдет проект, зависит, будут ли участвовать другие районы нашей республики. Поэтому мы выбрали четыре ближайших муниципальных образования и один район из Вилийской группы районов, где достаточно большая численность населения и активные позиции граждан этого района. Насколько известно, и в других регионах страны уже работают такие программы поддержки местных инициатив. Прежде чем мы были вовлечены в эту программу, наверное, изучался опыт других регионов? Да. Мы изучали опыт других регионов. Сама программа начиналась Всемирным банком. Всемирный банк реализовал более тысячи таких проектов, и он работает в 84 странах в мире. С 2005 года началось сотрудничество с Российской Федерацией. И в 2007 году в качестве первого пилотного проекта был выбран Ставропольский край. И с этого началось сотрудничество Всемирного банка и Российской Федерации. То есть на данный момент у нас 26 субъектов уже участвуют в этой программе. С этого года мы подключились, и к концу года ожидается, что будет порядка 40 субъектов Российской Федерации уже. То есть более половины. Иван Иванович, а какова вообще роль Всемирного банка вообще во всей этой истории? Ну, Всемирный банк, он в первую очередь оказывает методологическую и консультационную поддержку. Самое основное это, да? Они помогают как в качестве консультантов, специалистов, помогают в разработке нормативно-правых актов. Финансирования со стороны Всемирного банка нет. Только консультационная, еще раз повторяю, методологическая поддержка. Да? Да, извините, да, вы спросили про опыт других регионов, мы тоже смотрели. Каждый регион по-своему подходит, потому что проблемы везде разные. Например, вот тот же, который я упомянул в Ставрополе, у них большинство по поселению сел, они достаточно крупные. Ну, такие, более тысячи человек, и у них старые советские дома культуры. И они вот с 90-х годов, ну, достаточно ремонта не было, поэтому у них основной упор делается на ремонт данных домов культуры. В Кировской области, например, упор сделан на ремонт дорог. В Ашкирии, в Ашкирии, они пошли путем оказания поддержки благоустройства детских площадок, ремонта и благоустройства детских площадок. А в качестве пилотов вообще выбираются прежде всего вот селки, села или все-таки города там тоже могут участвовать? Да, любой населенный пункт. Любой населенный пункт, да. Каждый населенный пункт должен предоставить один проект. Скажите, пожалуйста, а как финансируется в этом году эта программа у нас в республике? В государственном бюджете нашей республики на этот год заложено 25 миллионов рублей на эти 5 пилотных муниципальных образований. И если проект будет успешен, мы планируем увеличить эту сумму со следующего года. А в каждом муниципальном образовании только один проект выходит, да? Да, один проект на один населенный пункт. Ну, это если разделить 25 на 5, это по 5 миллионов? Действительно, сумма кажется небольшая, но нужно понимать, что один проект не может превышать потребования 1 миллиона рублей. При этом обязательным условием, вот надо было с самого начала говорить, что должно быть софинансирование со стороны населения. Если население инициирует какой-то проект, не менее 3% от стоимости проекта должно быть финансирование со стороны самого населения. При этом это финансирование не обязательно деньгами, это может быть какими-то работами, услугами, строительными материалами. Ну, например, человек, есть в деревне сварщик, он пришел, оказал какую-то услугу, это тоже софинансирование. 3% идет от населения, 5% от муниципального образования, не менее 3-5, и остальную часть берет на себя. Получается, 92% это госбюджет? Да, 92% это госбюджет, ну максимально 92%. А расскажите, пожалуйста, о тех проектах, которые вот уже есть у нас, реализуются. Ну, на самом деле у нас проект только начинается. В апреле идет консультация и собрание населения во всех этих пяти районах. И, ну, как пример могу рассказать, что позавчера, 3 апреля, консультанты выезжали в село Лоханан, Конголасского района. Там было собрание населения, вопросы были разные. Они хотели и дороги, и даже ремонт конюшни, спортзала, но в итоге остановились на доме Арчи. Доме Арчи, где они планируют сделать музей истории своего наслега, а также место, ну, где население может собраться и провести ряд... Проведение досуга. Да, досуга и мастер-класса, народные традиционные промыслы, плюс история своего наслега. И они проголосовали, единогласно решили, что остановятся на этом проекте. По какому принципу, вот только что хотела спросить, отбираются проекты, вот много проектов было представлено, голосование проходит, да? Да, голосование самого населения. Просто большинством голосов, как проголосуют, да? И вот такое собрание состоялось пока только в Ханголасском районе? Да, в течение этого месяца будет во всех районах. Скажите, Иван Иванович, ну, дело такое новое, программа новая для республики, да? С какими вот сложностями, проблемами вот на сегодняшний день сталкиваетесь? Ну, пока, наверное, рано говорить о сложностях и проблемах. Но в первую очередь, что когда что-то новое начинаем, это все-таки незнание подходов к нему. Потому что сама нормативная правая база вот только ферсформировалась, да, сам порядок разработан. Поэтому первая, это самая проблема, это вот незнание механизмов и методов ее реализации. Ну, начнем, и в дальнейшем, я думаю, все будет ясно, и будем решать вопросы в ходе исполнения. А каковы вообще механизмы реализации вот этой программы? Вот, ну, проголосовали люди за этот дом Арчи. Дальше следующий шаг, что происходит? После голосования следующий шаг, они должны подготовить конкурсную документацию на участие. Весь порядок разработан, они знают, какие документы от них требуются, и они предоставляют, и комиссия решает, поддержать этот проект или не поддерживает. А вообще, вот, как вы думаете еще, какие проекты могут вот заинтересовать население? Вообще, что сейчас волнует граждан населенных пунктов, муниципальных образований прежде всего? Какие вопросы? Ну, в первую очередь, наверное, надо остановиться на том, что в нашей республике вот участие граждан это не новое, на самом деле, да? Да, ну, вот Добрые дела у нас были, это же, наверное, то же самое. Да, Добрые дела у нас в 2000-х годах реализуется очень хороший проект общереспубликанского движения Добрых дел, Моя Якутия в 21 веке. Это тоже вот инициатива самих граждан даже. Мы уже построили более тысячи объектов на территории нашей республики. Второе, то, что вот успешный пример, это народный бюджет, проект «Народный бюджет» в городе Якутске, где граждане подают заявки и решаются вопросы благоустройства дворовых территорий, детские площадки строятся. И так далее. И третье, вот в рамках комплексного развития муниципальных образований Министерство финансов предоставляет субсидии от 1 до 2 миллионов тем населения, ну, в зависимости от населения, и 5 миллионов районным центром. На эти деньги тоже муниципальное образование решает вопросы по дорогам, по тем же лично-коммунальному хозяйству и благоустройству. Иван Иванович, скажите, пожалуйста, а контрольные функции, да, как будет контролироваться целевое использование этих средств? Допустим, ну, защитили один проект, но это Министерство финансов будет отслеживать? Мы и части, ну, все-таки сами граждане должны отслеживать, то, что они проект разработали, защитили его и должны его реализовать. То есть тут уже участие контролей и наше, и муниципальное образование, и самих граждан. А вот эти 3%, это они сразу должны вот все это документально описать, да, и из каких средств эти 3% складываются, да? Да, когда идет собрание населения, они сразу же голосуют за тот или иной проект и сразу же говорят, что они готовы поддержать его софинансирование. И начинается сбор либо денег, либо других. Ну, вот у вас собрание прошло в Хангаласском улусе, там вот эти 3% из чего сложились? То есть это все-таки денежные средства или это стройматериалы, или это, может быть, какая-то посильная помощь? У них отчасти это денежные средства и отчасти работы, проведение субботников, благоустройство, ряд, ну, с работами своими. Посильная помощь самого населения. А скажите, вот на следующий год планируется, сколько уже, вы уже сказали об этом, еще раз повторите, пожалуйста, сколько районов охватить? И, ну, про финансирование мы, конечно, сейчас говорить не будем, но сколько районов, возможно, будут в 2018 году уже задействованы в этой программе? Ну, вот это все зависит от того, как пойдет проект. Если проект будет эффективен, успешен, то мы планируем охватить все районы, всю республику. И, конечно, сумма должна тоже вырасти. Нет, сразу. В следующем году все районы. А средства будут в бюджете на эти цели? Еще раз повторюсь, что если проект будет успешен, мы средства должны будем предусмотреть у себя в бюджете. Скажите, Иван Иванович, последний, наверное, вопрос. Какова все-таки роль органов государственной власти, органов муниципальных образований в реализации этого проекта? Может быть, вы хотите обратиться к главам муниципальных образований? Ну, хотелось бы сказать главам, что все-таки это новшество. Многие из них, наверное, не знают, только узнают. Но для них будет полезен опыт вот этих пяти пилотных районов, чтобы они созванивались со своими коллегами, узнавали, как у них дела. И чтобы в следующем году все муниципальные образования уже были готовы. Чтобы население они подготовили, что они должны знать, что можно участвовать в таком или ином проекте и решить какие-то вопросы, которые касаются их населенного пункта. Спасибо большое. Я благодарю вас за это интервью. Думаю, что действительно реализация этой программы будет успешной. И в скором времени мы будем знать результаты этой программы. Спасибо. Спасибо. Еще раз напомню, что гостем в студии был заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия Иван Иванович Алексеев. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.